Мы дошли до 12 главы. У нас сейчас 7-8 абзац. Работы много, времени мало. Так что с вашего позволения приступим. Сейчас начнем. Итак. Чего предшествует миру, лежит в его основании. Нравственный закон распространяется на все бытие в целом. Абсолютная высшая ценность проникает даже в самое отдаленное ответвление мироздания. Действия, отклоняющиеся от общего корня, возвращаются к своему источнику при поднятии желания. Знаете, мы говорим, что Бог, который основа мира, который творец, он прячется, его тут в нашем мире не видно, он прячется. Причем прячется профессионально. Хорошо и качественно. Настолько, что инструментами самого мира, его обнаружить абсолютно невозможно. Мне кажется, здесь Раф говорит параллельную идею. Мораль – это основа мира. Это фундамент мира. А изнутри мира мы этого не видим. У нас ощущение, что это какая-то добавочка, что ли. Ну, факультативное что-то такое. Мир, он сам по себе, там, дикая природа, там, естественность, природность. Можно с моралью, можно без морали. Раф нас учит смотреть противоположным взглядом, наоборот, ставить это все с ног на голову или наоборот, с головы на ноги. Мораль – это основа мира. Мораль – это основа мира. Чува предшествует миру. Это Медраж. Если я не ошибаюсь, есть какие-то вещи, которые говорят, что Всевышний сделал в пятницу перед наступлением субботы, одна из них – Чува, не помню вообще. Но то, что Чува предшествует миру, это, в общем-то, известно, либо это Медраж, либо это то, что говорят мудрецы, это известная вещь. Теперь Раф это как-то объясняет, он это прилагает к чему-то, что он говорит, что значит Чува предшествует миру. Лежит в его основании, то есть, вот примерно то, что мы сказали с Богом, да, как он основание мира, его в этом мире, пока ты не знаешь, что Бог есть, только исходя из этого мира ты не можешь Бога найти. То же самое с Чувой. Она основа этого мира, это фундамент этого мира, это что-то, что окружает этот мир со всех сторон, дает ему возможность быть. А когда я внутри мира, мне, конечно, хорошо делать Чуву, но абсолютно не обязательно, да? Так вот, Раф объясняет, что имеется в виду, когда мы говорим Чува, она предшествует миру. Какая нам разница, раньше мира, позже мира, предшествует, в данном случае, это база, это фундамент, мир покоится, стоит на Чуве. И, соответственно, на моральном, на нравственном законе, как мы сказали. То есть, это правильный взгляд, и он абсолютно нетривиальный. Соответственно, Раф немножко объясняет эту идею, расширяет ее. Но, в общем-то, все про то же самое. Нравственный закон распространяется на все бытие в целом. Абсолютная высшая ценность проникает даже в самое отдаленное ответвление мироздания. И вот тогда у нас появляется новый и достаточно непривычный взгляд на грех. Когда грех получается отделение от общего потока жизни, мира, действия, отклоняющиеся от общего корня, грех, возвращаются к своему источнику при поднятии желания. А что делать? Вот все мироздание основано, окружено и движется к... Начинается от морали и Чувы. А я плыву в другую сторону. В противоположном направлении или в бок, неважно. В этом смысле грех получается что-то странное, а не что-то нормальное. Мы привыкли, что праведник – это странно, а грешник – это нормально. Здесь, наоборот, говорит наоборот. По крайней мере, с духовной точки зрения, опять-таки, с очень высокой духовной точки зрения, которая охватывает наш мир не здесь и сейчас на наши полторы секунды, а охватывает тысячелетия, смотрит на все человечество, то грех оказывается чем-то странным. Теперь, и как же вернуться? И тогда Чува – это инструмент. В том числе инструмент. Вернуться к этому общему потоку. С помощью как мы поднимаем желание. Сейчас мы коснемся, что такое поднимание желания. Но давайте обратим внимание еще на одну интересную вещь. Здесь Чува работает в двух видах. Одна Чува – это основа мира. Что имеется в виду? Что весь мир – это он изменяется, он продвигается вперед. Вторая Чува. То же самое, но гораздо более уменьшенная идея. Что если я пошел и что-нибудь разрушил, то у меня есть возможность все равно вернуться и это исправить. То есть тут та же самая идея, но уже поменьше. То есть Чува, что она в основе мира, что мир у нас идет, изменяется и улучшается. И из этого уже истекает возможность для меня лично сделать Чуву. Я чего-то набедокурил, есть возможность исправить. Теперь как исправить? Как мы знаем, как говорит Намалаха, есть пункты, одно из которых – это пойти исправить то, что сделал. Разбил стекло, закажи стекольщика, заплати ему. Пусть вставит новое стекло. Но исправить действие не всегда возможно. И не всегда, как мы уже обсуждали не раз, и не всегда возможно его исправить полностью. Поэтому основа Чува. Главное в Чуве – это исправление желания. А как я знаю, что я действительно исправил желание, а не фантазирую сам себе? Вот это уже экзамен, как ты себя ведешь, действие. Ты попытался исправить реально наделанное, но это уже семан, как это сказать. Это уже не сам по себе, это не причина, это уже следствие. Как сказать, семан, помогите мне. Это признак. Вот, это признак. Это не суть. Теперь, что такое поднятие желания? То есть, мы привыкли больше к изменению желания. Я хотел что-то плохое. Я понял, что я хотел плохого. Я это желание, что называется, переломил через колено. Долго и упорно работал над собой. Читал умные книжки. Понял, что это была гадость и глупость. И теперь я хочу положительного. Я хотел отрицательного. Теперь я хочу положительного. Теперь скажите по секрету. Вы знаете, много людей, которые хотят отрицательное что-то. Вот так вот. Я хочу какую-то гадость. Основные наши грехи не потому, что мы хотим какую-то гадость. Теперь, что такое поднятие желания? Вот поднятие желания, насколько я понимаю, урава, это несколько другое понятие, чем то, что мы привыкли переломить свое гнусное, дурное желание об колено и превратить его в хорошее. Я хотел там, не знаю, чего. Это там гадость сделать. Вместо этого сейчас я хочу там старушек через дорогу переводить. Поднятие желания это следующий этаж. То есть есть такой этаж, есть такое понятие, действительно, изменение желания. И урава тоже встречается, мы это учили. Здесь есть понятие поднятия желания. Насколько я понимаю, это такая вещь. Я беру свое желание такое, какое оно есть. Вот то плохое, которое было. И начинаю копать внутри, от чего я действительно хочу. От чего я действительно хотел. Как это, знаете, а зачем, а зачем, а зачем, а зачем. Это копание, оно может привести к положительным результатам. Я беру желание это и не ломаю его об колено, а поднимаю его наверх. Я его беру и пытаюсь найти в нем рациональное, положительное, хорошее зерно и с ним работать. А не выбросить или его просто переломить. То есть, первый этаж, это выбросить и переломить. А второй этаж, опять-таки, чувая зуби, про которую мы говорим в основном, это поднятие желания. Взять мое желание, не выбрасывая его, не борясь с ним, начать его поднимать. Что такое поднимать? Начать пытаться разобраться, а что я на самом-то деле хочу тем вот, что, может быть, я делаю вместо того, что я действительно хочу какое-то замещение. Я хочу себе купить дорогую шубу, я не могу позволить, поэтому я себе покупаю свитер по скидке, еще шляпку, еще ботиночки, еще то, еще все, и вот так себя замещаю. На самом деле я хочу, а зачем мне нужна эта дорогая шуба? А зачем? Чего я действительно хочу? И мы, как вот, на первом этаже мы привыкли бороться с желаниями. Здесь сразу говорит нам про поднятие желаний. Когда мы привыкли слишком бороться с желаниями, мы их начинаем бояться. Я, видимо, хочу что-нибудь нехорошего. А чего ты действительно хочешь? Этот вопрос, он может испугать. А, не знаю, ничего не хочу. А можно? Хоти. Ну, давай поймем, ты сам с тобой, чего ты действительно хочешь. По-моему, это поднятие желания. Докопаться вот до источника, до корня от этого плохого желания. нашего. И понять, в конце концов, все, корень всего, это божественно, это хорошее, только иногда это очень глубоко и далеко. Если мы до этого добираемся, то мы победили. Нам хорошо. тут как-то два предложения. Я слишком много про них говорил. Я хочу теперь послушать ваше впечатление про наш седьмой абзац. Пожалуйста. Я пропустила, я не знаю. Связь между нравственными законами и душевой, она все же ни одной. Равственные законы это некоторый да. Это что-то такое. Не сказано, что он даже лежит в основании или что. Он просто да, он есть в мире и нами не не усвоен до конца. И как бы он целиком весь мир пронизывает. Понятно. Но тшува зачем здесь? Чтобы достигнуть этого нравственного закона? Поэтому она предшествует миру. Это как бы разные вещи, если я правильно понимаю. то есть изначально еще до того, как задан наш закон как бы как некоторая цель, к которой мир стремится, у нас есть уже метод как до него добраться. Мотор. Нет? Смотрите, вы очень интересно обратили внимание. Смотрите, из текста, как я его вижу, давайте посмотрим даже иврит. отшива кадма лолама, а мусор макиф это коль. Макиф. Макиф это вообще не то, что он пронизывает, но окружает. Это сложно очень перевести. охватывает. Может быть, охватывает, да. Макиф или мало как бы. Макиф или мало, У меня ощущение такое. Понятно, что это разные ветви, но у меня ощущение, что здесь Раф к ним относится как к одному. Ну, вот у меня нет такого. Потому что вот этот переход иначе он необъясним. Иначе у нас есть три вещи. Чувак, нравственный закон и абсолютно высшая ценность, что мы тоже не знаем, что это такое. Это необязательно нравственный закон. У нас получается три вещи и прыжки между ними абсолютно непонятно. насчет абсолютно большей ценности. Действительно, может быть, это что-то... Арахим, это мораль, на самом деле. Это как бы высшая мораль, Эрахим. бухла. И он на самом деле как бы Шон Макив, он это такое не одно знаю. Тогда я с вами соглашусь и предложу другое объяснение. Первое предложение действительно не связано со вторым. Повествование начинается со второго предложения. Мы знаем, что тшува лежит в основе мироздания. Первое предложение это заглавие, к которому мы приходим в конце последним предложением. Я соглашусь с вами и давайте тогда прочитаем так. Здравствуй, и закон распространяется на все бытие в целом. Абсолютно высшая ценность проникает даже в самое отдаленное ответвление мироздания. Действия, отклоняющие с общего корня, возвращаются к своему источнику при поднятии желания. И это есть чувак, если вы начали, это заглавие, и к этому мы пришли в конце. на самом деле я с вами согласна. Ваше объяснение мне нравится больше, мы. Нет, на самом деле вы совершенно правы, что тут есть два движения, поскольку все мироздание, все-таки, хотя она и есть где-то окружает, охватывает все мироздание, мы еще не там, все равно мироздание не там, он к нему движется мироздание. и поэтому в частности действие, да, это, ну, мне кажется, что вы были правы в том, что это относится и ко всему движению мироздания, мне очень нравится ваше объяснение, выбросить первое предложение вообще, сказать, что это заглавие, что это это самое, начать со второго, увидеть, что последнее предложение мы пришли к первому как выводу, нет, просто я объясняю, не просто к этому прицепился, это ураво очень часто бывает, первое предложение от уровня всего остального непонятно, а на самом-то деле, если глубже, то есть это один из... Но зато получается, что здесь не говорится о человек как глобальной вещи в общем движении мироздания. Да. Мне кажется, все равно говорится, то есть это как бы имеется в виду все равно, то, что она лежит, предшествует миру, это как аксиома, поэтому мир может продвигаться и поэтому в нем как бы есть возможность продвинуться к абсолютной ценности. Ну, хорошо, мы первое предложение давайте поставим в конец, после последнего. Нормально. Все точно. Ну, может быть, отклонение действительно это часть движения. Я не знаю, это какая-то сложная такая штука, почему происходит отклонение. Не обязательно. Из этого отрывка от отклонения нас не обязательно. Не обязательно. Ой, простите, пожалуйста, друзья, вы не могли бы объяснить, о чем вы здесь спорите? Я уже потеряла, честно говоря, ход мысли. Мы спорим о том, что вроде бы нет связи между первым предложением и вторым. Первое предложение говорит про Чуву, а второе говорит про нравственный моральный закон. Это две разные вещи, это не одно и то же. Как я перепрыгнул от Чуве к нравственному закону? А мне очень понравилось объяснение Анахамы, что первое предложение действительно отторвано от второго, потому что это заглавие. Это то, к чему мы приходим, начиная с нравственного закона, и это все идет по нравственному закону. А что, если я отошел в сторону? У меня есть возможность просто полностью к Чуву вернуться. Понятно. То есть, это первое предложение, оно вот как Чува заложено в основе мира, так же и вот это первое предложение, оно заложено в основе логики всего этого отряда. Но оно не является его началом, оно как бы до. В этом плане, да? А все-таки нравственный закон, что он делает? Он, ну, в смысле, не делает, а вот как правильно про него сказать? Точнее, там даже не нравственный закон, это просто сказано мусар, собственно говоря. Это нравственный закон, мусар. Ну, вопрос. Ну, в общем, да. То есть, оно что, оно охватывает все бытие или как? нравственный закон. Охватывает, охватывает. Охватывает. То, что объясняет, тогда может лучше заменить это слово, я не знаю. А как у вас было? Охватывает лучше, да. Охватывает. Ну, лучше, наверное, охватывает. Потому что вообще это макив, это вообще, это ключевое слово такое, которое трудно не ассоциировать. Ну, это коммунистический термин, в общем, да? Не ассоциировать с кабалой. И там, я небольшой специалист по урмакив, но у меня такое ощущение, что как бы это свет, который не внутри мироздания, который его, как бы, проникает в него постепенно, ну, по разным теориям, по разным. Ну, на самом деле, это ужасно интересная тема. И вот мне кажется, что Раф вот такими, как это сказать, поучениями своими, он как будто бы вдыхает новую жизнь вообще в наше восприятие мироздания, в наше понимание мироздания. Вот действительно, ну, то есть, он как будто бы возвращает какое-то изначальное понимание всему. Да-да-да. Вот мы, вот мы, вот мы, абсолютно верно. Вот мы учим книгу Урода Чува уже долго. И это самое, вот, а с чем мы уходим? С чего нам цены? Мы тут все тут порвали на себе рубаху, тут срочно сделали Чуву. С чем мы уходим? Вот у меня очень сильное ощущение живет, что Раф видит своей задачей поменять нам очки, с помощью которых мы смотрим на мир. На себя, на весь мир. И это как-то, и это главное. И после этого и Чува, и все остальное уже пойдет очень просто. Но равным очень сильно, что называется, взрывает голову. Он нам меняет, пытается нам дать другой взгляд на мир. Более общий, более приподнятый. Но опять-таки, это все банальные слова, ничего. Вот, когда мы смотрим текст, мы смотрим, вот это нам Раф нас приподнимает и здесь, и там, и еще, и еще. Это то, с чем мы уходим. И это очень важно. Это не просто мы послушали, и ушли, и ничего не произошло. Это произошло. Когда мы смотрим на мир по-другому, это корень всего. Это очень-очень важная вещь. И для меня это, кажется, это основное, что Раф хочет от нас. Когда вот мы читаем эту книгу и то, с чем мы уходим. Мы начинаем смотреть на мир по-другому, более доброжелательно, более терпеливо, более широко, более глубоко, более с любовью. Да, но я, в общем, хотела еще сказать, может быть, это не оптимистично с моей стороны, но это, конечно, звучит все очень хорошо, практически, я не представляю, как это, скажем, в психологию перевести или что-то. Вот возьми, найди в своем желании что-то позитивное, почему ты этого хочешь, и все будет зашибись. а практически как бы в человеческом нормальной жизни, я не знаю, как это работает. А практически есть такие методы в психологии, которые... Ну да, я понимаю, они должны работать. но не знаю, как они работают при этом. Понимаешь, в теории, может быть, станет немножко лучше человек, он не будет в полной депрессии, будет функционировать нормально и все. Но полностью перестать хотеть кого-то придушить, я думаю, что это не работает. Ты вот хотел его придушить и хочешь, потому что я не хочу, чтобы он был вообще. Понимаешь? В этом плане? Нет, к примеру, я говорю там. Или... Ну, я не знаю, я не хочу приведет к примеру своего как бы опыта поддержки сетевой, потому что, может быть, это не совсем корректно, хотя это было много лет назад, я много лет с ними занимаюсь уже. Тем не менее, это... Как сказать? Это в некотором смысле даже депрессивно. Вот ты там пытаешься вот эти все вещи как бы протащить методики всякие психологические. Я не психолог, но поскольку нас учили этому в разговорах с этими... Поддерживали в сети разговоры. Но он как бы все слушает и все понимает и так далее, и все равно в следующий раз, на следующий день приходит абсолютно на том же месте человек. Ну, абсолютно. это в некотором смысле... Ну, я верю, что кому-то может что-то когда-то помогло немного, но насколько это вообще... И люди, которые ходят к психологу, они ходят с ними годами и остаются... Ну, может, они продвинутся исправились. Я понимаю, что я хочу сказать? Что это как бы... Не получается волшебной палочкой. Вот ты вот... говорить с ним... Какая тема вообще занятия? Мы говорим сейчас об исправлении желания. Правильно я понимаю, Нехама? Мы говорим об исправлении желания, не о чем-то еще. Мы не говорим про исправление желания. Мы говорим про поднятие желания. Мы с Нехамой говорим про исправление желания. Про поднятие желания. Если про поднятие желания, то нет проблем. Поднятие. Хорошо, не исправление. Окей, есть такая техника. Вот я говорю, есть такая техника, называю личностная трансформация. Это техника НЛП, в принципе. Я не знаю, насколько можно это считать техникой серьезной психотерапии, но она работает, потому что я ее использовала в своей практике. И я ее применяла к себе, и я говорю, что она работает. То есть идет речь о чем-то вроде этого. То есть когда мы действительно поднимаемся с уровня на уровень и ищем, вот если человек достиг того, он причит, а что более важное для него, то есть чего он таким уровнем получить. И считается теоретически, теоретически считается, что поднимаясь с уровня на уровень, человек постепенно приходит к какому-то сущностному своему желанию, и оно обязательно будет позитивное, доброе и светлое. На практике, конечно, не всегда. Это правда, да. Это не всегда. вообще есть разные вещи. Можно, я не знаю, может быть, не совсем. Вообще желание это очень интересно. Во-вторых, есть две вещи. Есть, как бы, есть, то есть, это, по-моему, хасидизм, я не знаю, кто это говорит, ну, как бы, женщина, для того, чтобы ее исправить, нужно просто раскрыться как-то. То есть, вот, такое вот, есть два типа. Есть одно, что человек, он, как бы, изначально, он хороший, нужно просто очистить все эти, шелуху, которая там, которая там, что-то на нас новое, а внутри, где-то там, Есть такое. Это обычно это подходит к женщинам. Такой женский больше тип, как бы, больше прислушаться к себе, там, понять, что ты хочешь, как бы, чего-то такое, вот, к себе. А есть другое, потому что, как бы, спрашивать ребенка, чем он хочет. Он будет убирать всегда мультики и шоколад. И, как бы, ничего такого, вот, поэтому нужно, я говорю, что-то не то, это самое, нужно, наоборот, его исправить, как-то его, вот, под, подправить тут и подправить, скорректировать там, как-то его направлять. И тогда вот, когда его хорошо, там, не знаю, надо рисковать, тогда можно его отпустить на свободу, сказать, знаешь, ты уже тут уже играл на пианино пять часов каждый день, теперь ты можешь играть, что ты хочешь. Это, как бы, вот это такое. Я согласен, то, что я хотел сказать своими словами, что есть два этажа, безусловно. Первый, который мы упомянули, это свои желания ломать, это свои желания выбрасывать плохие, заменять их хорошими, понимать, насколько плохие, плохие, заменять их хорошими, и изменять желания. Я хотел плохое, теперь давайте понимать и думать, как хорошо, хорошее. Не будем есть жареное и там, не знаю, жирное, будем есть там полезное, потому что это здорово. Второй этаж, который над первым, который повыше действительно, это уже поднятие желания. Это вот то, что мы здесь все говорим, это попытаться копнуть немножко глубже свое желание и понять, что там хорошего, и тогда нам не нужно будет уже работать с замещениями, мы сможем продвигать то хорошее, что является корнем того плохого, что в конце кто выливается в гадость. Вот так что я полностью согласен, в общем-то. По поводу позитивного мышления, ну не знаю, я как мама, я просто наблюдаю со своими детьми и, то есть, ну вот это, у меня два сына, один был все время довольный, другой был недовольный. Я им покупала одну и ту же, одни и те же вещи, я уже полностью договорила, тот, который был недоволен, ну разве это одежда, я такого не ношу, я осталась и без одежды. Второй, забиралась в свои и брата, у него получалось в два раза больше, я был очень довольный, говорю, спасибо, мама. И у меня еще после этого было желание естественно покупать тому, который, говорю, мама, а не тот, который выкидывает, что это такое вообще, это разве рубашка и штаны, это непонятно что. Как бы, так что это, и кроме того, как бы тот, который был недоволен, тоже я немножко понаблюдала в классе, то есть, я говорю, никто со мной не дружит. Потом я смотрю, как бы мы с ним, да, пытаются начать, но он говорит, а, этот не серьезный, а, этот, наверное, хочет надо мной смеяться, а, этот на самом деле не хочет. И всех он как бы отталкивал и оставался один и говорит, что вот, никто меня не любит, никто со мной не хочет дружить. Как бы, это со стороны, да, им шанс немножко, как бы, да, ну, не будь таким переборчивым, нет, разве переборчивый, это меня не хотят, тебя хотят, не, не, это немножко так вот, со стороны это гротескно, но я себе тоже напоминаю иногда, что мы видим больше себя и хуже видим других, и вот. Вот. А вообще, как бы, разобраться, чего, как бы, чего хочется, это сложно. Интересно. Ну, ты еще хочешь что-то сказать? То есть, восьмой абзац мы уже сегодня точно не успеем, он длинный, и, так что мы восстаем на следующую неделю. Вот. Но, давайте подытожим это тем, что, действительно, то, что он делает трав, по крайней мере, как я это вижу, он нам пытается поменять очки, с которыми мы смотрим на мир, наш взгляд на мир, и это не просто так. Это важная и серьезная вещь. Ну, хорошо. Тогда, если никто не хочет ничего сказать, мы будем прощаться. Но вдруг кто-то что-то еще хочет добавить? Не хочется расставаться. Не, не хочется. Ну, давайте скажем спасибо. Что-нибудь добавлю. Скажем, секундочку, тогда оширяю. Хочу сказать спасибо Рути. Так что, вы параллельно немножко думали. Спасибо Нехаме. Мне ваше объяснение понравилось больше, чем свое. Конечно, спасибо, Шерен, безусловно, и на перевод, и за участие. И всем-всем спасибо. Да, Шерен, пожалуйста. А, нет, я просто говорю, что сказать, может быть, то есть, тема просто такая, что можно, на самом деле, обсуждать ее бесконечно, мне кажется. Вот, про желание и вообще вот по этому нашему последнему абзацу. Равном удалился в два предложения, в три предложения коротеньких, это дело. Ну да. Ну да. На самом деле, действует, отконяющийся, от общего корня, возвращается от общего коротекста, но источник. А, о, я поняла, вроде бы, то есть, как бы, что как бы, на самом деле, ну, как я себе представляю, я думаю, как бы, по поводу, допустим, у человека есть какая-то, какой-то у него есть роль, у него есть какая-то, это как бы, показывает его семья, и он может, как бы, отрываться от своей, от этой роли, он может идти куда-то в сторону, и потом, и как бы, вот он возвращается к своему предназначению, когда вот он понимает, как бы, какой вот, какая-то у него задача, которая связана, как-то, чего он хочет, чего он хочет, но, как бы, ну, я хочу одновременно и мороженое, и поехать на море, и выспаться, и много денег, и большую квартиру, и не знаю, и не работать, я много чего хочу, как бы, зачем, а зачем, а зачем, а зачем, вот это вот копание внутрь, оно помогает понять, чего я действительно хочу. Мама хотела, чтобы я училась там-то, а папа хотела, а то-то, а бабушка сказала, так-то, как и все они меня что-то не хотят, и что при этом я как-то, и как-то, то есть, да, понять, как бы, что, как бы, что на самом деле имела в виду, там мама и бабушка, как-то, чтобы это не меня закипает, и как-то меня поднимет, и тогда вот всем хорошо, я как бы, в хороших отношениях тогда со всеми, и как бы, и наилучшим образом воспринимаю, как-то осуществляйся, реализуя, да. ладно хорошо будем прощаться спасибо спасибо привет да что такое удочку да а ну подожди перезвоню